Приветствую вас, внимательно прочитал то, что вы написали, и думаю, что есть, ну, как минимум два аспекта, на которых нужно заострить внимание. Первый аспект касается того, что для вас просмотр роликов, просмотр видео, видимо, очень сильно значим. Ну, то есть, если вы видите, как ваша женщина страдает, если вы видите, как ваша женщина переживает, если вы видите, как ей плохо и так далее, и так далее, и вы все равно это смотрите. Возникает вопрос значимости для вас просмотра видео. То есть, вы видите, как ей больно, вот вы пишите, я вижу, как ей больно, я обещаю, этого не делать. Но, опять все повторяйте. То есть, вы, получается, что, обещали ей этого не делать, но делаете вновь? Вы пишите, значит, что, ну, это у вас привычка, как я понял, смотреть видео, когда, собственно, вы еще не жили вместе. Вот она увидела историю посещения в компьютере. Причем, вы пишите это в своем первом сообщении, а потом, в выполнении, вы как бы добавляете, что, значит, на самом начальном этапе отношений, она сама приносила видео, и вы смотрели его, и она спокойно реагировала. То есть, очевидно, что видео здесь, это всего-навсего такое, знаете, средство. Средство реализации, средство переноса, средство отдушины для женщины. Отдушины в каком плане? Обдушины в плане именно того, что вы 7 лет вместе. Вы не пишите, когда она первый раз прекратила вам скандал, но думаю, что проблема заключается в том, что она, девушка, считает, что не единственная для вас. То есть, в начальных этапах она была уверена, что вы вместе, и она уверена, что вы ее любите, вы ей восхищаетесь и так далее. Ага, сейчас, по прохождению определенного времени, ну, собственно, она сомневается в том, что вы ее любите так же, и сомневается в том, что вы хотите ее так же. И вот вы ей говорите, что она стала зажмята в сексе. Это значит, что человек действительно негативно реагирует на то, что вы смотрите видео. Действительно проецирует на себя те моменты, которые касаются видео, и действительно считает себя хуже. Действительно комплексует, то есть она не врет. Это действительно ее переживание. И, ну, понимаете как? Если вы ее любите, если вы действительно хотите с ней быть, то боюсь, что видео вам стоит перестать смотреть. На видео хотите с ней быть. Почему? Объясню вам. Наша ситуация заключается вот в том, даже если проблема не в видео, а проблема, например, в ваших отношениях. Проблема, например, в отсутствии доверия между вами. Проблема в наличии, в отсутствии, точнее, разнообразия в ваших отношениях. Проблема в том, что вы, ну, например, друг друга не понимаете в чем-то. Проблема, например, может быть в чем-то еще. То есть какие-то вот, если есть подводные камни, то девушка, она даст об этом знать вам. То есть, вот, вы перестанете смотреть видео, она перестанет так реагировать. И вы увидите, насколько истинно является, насколько истинно являются проблемы, которые вы описываете. И, соответственно, Мойна будет сделать вывод, действительно ли ее волнует именно сам факт просмотра вам видео, или есть что-то еще. Лично мне показалось, особенно на фоне того, что вы написали в своем дополнении, что, во-первых, как она воспринимает девушек, которые снимаются там и так далее, она явно не уверена в себе. И она явно боится, что вы меньше на нее будете обращать внимание за это. И, как бы, комплексы, ее комплексы, ее комплексы, они не дадут ей покоя до тех пор, по крайней мере, ну до тех пор, пока ее проблемы, ее неуверенность связаны именно с видео. То есть, вот этот момент нужно исключить вам, чтобы ее вернуть, других вариантов, в принципе, нет для того, чтобы ее вернуть. И добавлю, можно будет посмотреть, изменилось ли что-то в ее поведении. Ставит ли она, например, более раскрепощенной в сексе опять, или нет, и так далее. Далее, вы пишите, я не знаю, что делать, я ее люблю, но она меня совсем не понимает, что мне иногда нужна такая разрядка, что надо. Вы пишите прямо, что надо. То есть, понимаете, в чем проблема? Вы говорите, я не знаю, что делать, вы ставите на одну чашу весов видео, на другую чашу весов свою супругу. И если честно, вот это сравнение, оно не очень понятно. Из этого вы не можете, если вы можете, если вы говорите, что вы независимы и можете по несколько месяцев не смотреть видео, то тогда совершенно очевидно, что, ну, совершенно очевидно, что жена-то для вас важнее, и ей можно помочь решить ее проблемы. Проблемы с уверенностью в себе, проблемы с самооценкой, с гордостью, чтобы она не чувствовала себя обещанной, там, задетой и так далее, чтобы она не поправлялась, не заедала и так далее. Только если убрать этот раздражающий фактор. Он, этот раздражающий фактор, появился, ну, пока не ясно из-за чего, из-за порно или из-за какого-то другого аспекта. Но важно, что для вашей жизни это очень принципиально. Если вы любите, если вы хотите быть с ней, то, очевидно, вам нужно пообещать, если вы больше этого делать не будете. И делать это так, чтобы она уже совершенно четко не знала. Не знала бы. Чтобы вы были уверены, что она не знает. Просто, ну, хотя бы, если вы ее любите, то вам нужно делать так, чтобы ей не было больно. А ей больно. И как-то вот эта вот любовь, она несколько странно здесь проявляется. Вот так же странно это было, когда вы пишите, что я вижу, как ей больно, обещаю, больше этого не делать. Но опять все повторяется. То есть вы не говорите, вы вот этого момента не раскрываете, почему вы обещаете не делать, но делаете. И при этом вы говорите, что я ее люблю, но она не понимаете, что мне иногда нужна навряд. Так, а почему не дождаться ее, когда она придет выйти ночью вместе каждый ночью? Почему не дождаться и с ней не зарядиться? Если у вас темперамент такой, ну, знаете, можно заниматься сексом тогда, когда она рядом, чтобы вам это вообще не хотелось, чтобы вам вообще не хотелось как бы смотреть видео. Вы говорите много раз, что употребляете слово разрядка. То есть что есть разрядка для вас? Разрядка это не есть сексуальное желание. Разрядка это разрядка для чего-то. То есть разрядка от чего-то. И как бы получается, что вас что-то напрягает. Получается, что вам что-то неприятно, что-то не нравится. Получается, что вам как-то, ну, вы испытываете негатив, давление на себя и так далее. И тогда, может быть, стоит подумать, как лучше организовать ваш процесс релаксации, чтобы вам не было необходимо так разряжаться. Например, почему, если вы, шутка, уставшие пришли и хотели разрядки, что есть усталость для вас и что есть разрядка для вас? Почему это именно так происходит, а не иначе? Вот эта вот, эта связь, она не очень ясна. Но если все дело именно в усталости, то, ну, можно найти другой способ распоряжаться. Например, физическая тренировка, например, там, релаксация или все это и ничего. Но не то, что оскорбляет и задевает вашу супругу. В конце концов, для нее ведь это важно, и если вы ее любите, то вам нужно уважать то, что ей важно. Теперь дальше. А по поводу того, что несколько раз проскакивает у вас сообщение, что она сравнивает себя с теми женщинами и так далее. Знаете, у девочек, у женщин вообще отсутствует такое вот разграничение на самом-то деле. То есть, если женщина видит, что мужчина ее смотрит в виде, значит, она автоматически думает, что она хуже, что она не удовлетворяет, что она не привлекает, что она не обеспечивает полностью своего мужчины, ну и так далее. И это суть женщин. Если раньше, когда она, ну, когда вы только встречались, это было новое, это было скорее просто что-то такое как развлечение, то потом она запрещала это дело. И сейчас она реально опасается, что вы подтверждаете к ней интерес. И вы этого не объясните ей. А знаете почему? Потому что если вы сможете донести до нее свою точку зрения, то она, получается, будет мыслить так же, как вы, а если она будет мыслить так же, как вы, то она станет мужчиной. Это у нее будет мужское мышление, а это значит, что вы будете видеть в ней себя. И отношения ваши, они будут ухудшаться еще больше. Вот. Собственно, есть, как бы, ну, существует, да, несколько вариантов развития вашей ситуации. Несколько вариантов, ну, несколько вариантов помещения. Значит, первое, что вы, если вы действительно независимы от видео, от просмотра видео, то обещать свои, как бы больше этого не делать и не делать. Если вам, если у вас темперамент требует сексуальных, ну, сексуальных действий, то занимайтесь сексом с женой более активно. Используйте для этого любое свободное время. То есть не только по, там, определенным временам, но и когда вам удобно, когда вы хотите этого. Дальше. Вот вы пишете. Она сказала в том случае, что будет смотреть. Вот этот момент вы достаточно, так, скольж упоминаете в дополнение. Вы говорите, что на тот момент мне было очень обратно и какое-то чувство странного. Очень неприятно было. Но вот ваша женщина испытывает то же самое. И тоже неприятно, и тоже очень обратно. Так почему же вы допускаете, что человек должен испытывать эти чувства тоже? Вам неприятно, ей неприятно. Только ей еще больше неприятно, потому что она мыслит эмоциями и чувствами, а не понятиями, как мужчина. Вот. То есть этот момент тоже не очень ясен. То есть если вы реально на себе попробовали, на себе испытали каково это, то почему вы позволили или позволяете дальше этому продолжать. Далее. Собственно, что заставляет вас искать разрядки? То есть вот. Это вот второй момент. Что же такое с вас? Искать разрядки. Либо это неправильная организация труда, либо это, собственно, единичный выбранная модель поведения для удовлетворения своих желаний. Либо что-то еще. Это все вам нужно будет просто менять. Потому что, ну, если женщина отказывается идти к психологу, то на данный момент она не пойдет к нему. Вам нужно ее расслабить. Вам нужно ее успокоить. Вам нужно, чтобы проблемы, если эти проблемы действительно есть, чтобы они всплыли уже в новом аспекте. Если сейчас у нее есть железный аргумент, что она так себя ведет из-за видео, то потом, если она будет вести себя так, но уже из-за чего-то другого, вы можете привести несколько примеров, из-за которых она ведет себя так. И уже будет гораздо сложнее, ну, отказываться от работы психолога. Кстати говоря, почему она отказалась идти к психологу, тоже очень интересный момент. Ну, собственно, что еще можно добавить? Значит, ну, почему вас не впечатляет то, что она говорит, что по ней это бьет? Почему вы не можете понять ее? Все, я полагаю, связанное с тем, что вы сами не видите другой возможности для вызвания своей потребности, которая у вас есть. То есть у вас есть определенная потребность, это потребность разрядки, вы по-другому ее удовлетворять не привыкли. И, соответственно, это и делаете. И вам так-таки нужно, чтобы эта потребность удовлетворялась иначе, иначе и по-другому. Далее вы пишите следующее. Ну, собственно, значит, глупо разводиться, пишите вы. Ну так, глупо. Смотрите. Детей у вас нет. Детей у вас нет. И, соответственно, женщина чувствует, что вы ее обманываете. Это уже вопрос не только видео, это уже вопрос того, что вам нельзя доверять, как она сказала вам. Кстати, почему вас не остановила тема с доверием, тоже не очень понятно. То есть, ладно, видео, ладно, истерики, ладно, слезы, это еще можно как-то списать на эмоциональность, но, простите, доверие, отсутствие доверия к вам, это уже как бы более чем серьезно. И почему вы на это внимание не обратили, если честно, для меня не понятно. И вот важно, что она все время плачет, что она стала истеричной, что она не уверена в себе, по правилам, депрессия. Кстати, откуда это слово депрессия? Откуда это слово ввелось в депрессию? Депрессия – это психическое заболевание, которое диагностируется врачом, и если диагноза нет, то нельзя говорить о депрессии. Далее, неужели на жизнь так влияет видео? Вы знаете, на каждого человека одно и то же влияет по-разному. Хоть быть, на него влияет видео действительно так. Хоть быть, дело даже не в самом видео, а в смысле, что сомнения у нее относительно себя, все более, что вы говорили, что она красивая и видная, были всегда. И видео эти сомнения вскрыли. Ну вот, как вариант, вам нужно подать себе установку, как бы хотя бы там на полгода или на год, перестать смотреть видео, посмотреть, как она будет себя вести. Если только делать видео, она моментально вернется в русло. Если дело не в видео, то эта проблема глубже, и тогда вам нужно будет либо обращаться к психологу, ну то есть ей обращаться к психологу, либо разводиться, потому что скандалы и ссоры будут действительно так и продолжаться. То есть, Сергей, давайте мы с вами попробуем определиться так, что вам за своей стороны необходимо понять, если любите, то хотите человеку счастья. Если видите, что что-то ее делает несчастной, причем несчастной очень сильно, то это нужно исключить, если любите. Если вам это нужно для себя, то необходимо подумать, как вы могли бы удовлетворять свою потребность по-другому. Если дело не только в видео, то это проявится дальше, и когда это проявится, вы будете это знать, дальше будет совсем другой разговор. Там вам будет и ей что предложить сказать, и, собственно, вам будет тогда более ясная картина представляться. Конечно, в этой ситуации разводиться действительно глупо. Но только если брать в расчет, что проблема есть то, что есть видео. Но проблема не есть видео. Проблема есть, знаете как, проблема есть комплекс. То есть это комплекс, у вашей жены комплекс. Она его не осознает. Она не хочет идти к психологу. Она хочет развестись с вами. И вопрос заключается в том, чего вы сами хотите. Вот что на данный момент для вас как бы важнее? Сохранить брак или смотреть видео дальше? Ну, уйдет она, вы будете смотреть видео сколько угодно. Потеряйте жену. Если дороже жена, то сделайте так, чтобы она по этому поводу не перешла. Перенабравьте свои потребности, свои желания. Постарайтесь удовлетворять их по-другому. Может быть, раскруйте немножечко более подробно свою усталость и то, что вы понимаете под разрядкой. Раскруйте немножечко, как бы это сказать, немножечко лучше тему с вашим темпераментом, с вашими сексуальными аппетитами, что они из себя представляют и так далее. Чтобы вы могли лучше сопоставить эти данные. Постарайтесь на причинах. Как бы корень проблемы с вашей стороны лечит именно в этом. То есть, есть у вас потребность, есть образ жизни, который создает эту потребность и, соответственно, вам нужно либо изменить образ жизни, либо по-другому удовлетворять потребность. И, как я уже сказал, в данный момент это необходимость, чтобы сохранить вашу семью. Это единственный, единственный способ. А дальше? Дальше. Время погналит, если у вашей жены действительно что-то более серьезное, чем реакция на видео или нет. Так или иначе, на все ваши толькости, на все ваши моменты я вроде бы ответил. Я вижу, что вы здесь пишите дополнение, поэтому хочу сказать, что если вы напишите дополнение на мой ответ, то, пожалуйста, извините меня об этом, напишите мне в личку, что вы написали дополнение, чтобы я смог прочитать и ответить вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А если у вас остались вопросы какие-то именно ко мне, пишите в личку, помогу вам. Желаю вам принять верное решение. Желаю вам всего самого доброго и удачи.